В Куме продолжается реализация проектов в рамках программы «Народный бюджет». На сегодняшний день завершены больше половины из 545 запланированных на этот год. Так, благодаря народному бюджету в Ухте появился первый этнокультурный музей в школе номер 5. Подробности у Виктории Науменко. Подарок ко дню города. Так с гордостью называют в школе номер 5 первый в Ухте этнокультурный музей, который открылся как раз с 93-му дню рождения Жемчужины Севера. Подарок символичный, ведь Ухта – лидер в республике по количеству национально-культурных автономий. В городе их 20. И почти от каждой в новом музее уже есть экспонат. Например, элемент грузинского мужского костюма – бурка с шапкой. Надевают, и потом, если лечь спад, тоже устелят, накрываются, он очень теплый. А вечная шерсть, которую специально, ну, в горах они катают его и делают теплую накидку, чтобы он безрукавный, без ничего, просто накидывается. Многим экспонатам здесь не одна сотня лет. Почти каждая частичка культуры и истории семьи. Сотрудники школы и неравнодушные ухтинцы собирали все это по крупицам. Ткань на ощупь, посмотрите, она абсолютно другая, да? Это села Кедва. Я привезла это моей прабабушке еще. Здесь и всем известная кухонная утварь, посуда, которой можно пользоваться даже сейчас. Есть и вышедшие из обихода прялки, коромысла. А назначение некоторых предметов быта вовсе приходится уточнять. Посмотри, здесь как ножик. Это может быть сучки упирать. Мы даже вот не поняли, для чего. Посмотрите, да? Распределяется вес нормально. Да. Поверьте как. Музей носит имя известного педагога Валентины Викторовны Филиповой. Она внесла большой вклад в изучение традиционной культуры и фольклора финно-угорских народов. Идея открыть такой музей возникла у директора школы, бывшей студентки Валентины Филиповой и ухтинских активистов общества Коми-Войтер несколько лет назад. А реализовать ее удалось с помощью программы «Народный бюджет». На полученные средства в помещении сделали ремонт, закупили мебель, освещение. И теперь это не просто школьный городской музей, а настоящий объединенный центр национально-культурных автономий Ухты. В нашей школе будут проходить выставки, деловые игры, праздники. Не только для учащихся нашей школы, но и для учащихся школ города, вместе с представителем национально-культурных автономий. Ну и этот музей, я думаю, будет являться некой площадкой для встреч представителей национально-культурных автономий города Ухты. Этнокультурный музей – один из семи реализованных в Ухте проектов народного бюджета. Большинство из них касаются усовершенствования учреждений образования и культуры. Так в школе номер 22 в рамках народного бюджета закупили новый спортинвентарь для юных лыжников. Были старые деревянные лыжи с старыми неуниверсальными креплениями. Палки не подходили по размерам, большинство палок были сломаны. А в клубе поселка Шудояк отремонтировали хореографический зал, решив наболевшую проблему с напольным покрытием в помещении. Когда нам сдали класс, он был светленький. Потом, конечно же, мы его немножко танцоры, они же все-таки дети, они подпачкали его, мы его красили, перекрашивали. Потом получилось, у нас покрытие было специальное, но не бальное, можно так сказать. И получилось, что у нас начало сходить верхнее покрытие, и развалилось оно. Дети получали травмы, были щепки, были занозы. Всего в Ухте в этом году реализуют 17 проектов народного бюджета. В том числе два по дополнительному отбору в поселке Водный. В рамках двух проектов здесь по инициативе местных жителей отремонтируют улицу. Этим народным проектом, где-то будет привлечено из бубликанского бюджета около 2 миллионов рублей. Плюс 10% муниципальный бюджет и небольшая сумма денег от граждан, проживающих в поселке Водный. Все проекты должны завершить до конца ноября. Тогда же на республиканском уровне решится вопрос, какие из народных инициатив реализуют уже в будущем году.